Северная Осетия Северная Осетия – республика горы и живописных ущелий. Она расположена на северном склоне Большого Кавказа. Природа щедро одарила Осетию. Величественные горы, покрытые вечными снегами, бурные реки, неугомонные водопады – все это создает удивительную по красоте картину. Столица Северной Осетии – Владикавказ. Именно у его стен в тяжелый 1942 год была выиграна первая из ключевых битв Великой Отечественной войны – битва за Кавказ. И в 2007 году Владикавказу было призвоено почетное звание города воинской славы. Но особое внимание заслуживает осетинская национальная кухня. Если вы побывали в Осетии и не попробовали осетинских пирогов, вы потратили время зря. Для осетин это не просто выпечка. Это ритуальное блюдо. Пирог с сыром никогда не подадут один, а поставят три тарелки с ними на стол. Они символизируют солнце, воду и землю. Три основы мироздания. Недавно я побывала в Северной Осетии и соприкоснулся к культуре и традициями. Мне выпала уникальная возможность побывать в осетинской семье и лично понаблюдать за процессом приготовления осетинских пирогов. А как это было, сейчас узнаем. Для приготовления теста нам понадобится 0,7 литров теплой воды, 1 столовая ложка сфиркой фи, 1 столовая ложка соли с горкой и ложка сахара. Все смешиваем и ставим тесто на 10 минут. Затем добавляем муку на глаз, чтобы получилось крутое тесто, как на хлеб. Добавляем 50 грамм растительного масла. Разминаем тесто в масле, закутываем его в клеенку и ставим в теплое место на час. После того, как тесто подойдет, делим его на 3 части, каждые по 500 грамм и ждем еще полчаса. Теперь приступаем к начинке. Нам понадобится лук и сыр осетинский не соленый. Разминаем сыр руками и крышем лук. Перемешиваем сыр с луком. Начинка до второго пирога будет просто с сыром. Теперь скатываем начинку в шарик и откладываем на досточку. Начинки должно тоже получиться на 500 грамм. Еще можно сделать пирог с листями черемши и луком, картофелем и сыром или свеклой. Раскатываем тесто, а в середину кладем начинку. Собираем в мешочек края теста. Аккуратно переворачиваем и разминаем. Делаем из шарика лепешку. По правилам, оно должно полежать еще на лук. Аккуратно перекладываем на горячую сковороду и растягиваем до ее формы. В середине обязательно нужно сделать дырочку для выхода пара. Теперь ставим в духовку на максимальную температуру от 250 градусов и выше. Запекаем до золотистого теста. Вынимаем, складываем на тарелку, а еще горячий пирог мажем кусочками сливочного масла. Топленое масло красивое по цвету. Напоминает цвет солнца. То же самое делаем с другими двумя пирогами. Только кладем другую начинку. Складываем все испеченные пироги друг на друга. По традиции пирог необходимо разрезать вновь кристалли. В результате должно получиться 8 треугольников. В умелых руках профессионала тесто превращается в настоящий деликатес. Все кажется так просто, но когда я приехала домой и решила приготовить пирог самостоятельно, все оказалось не так уж и легко. Но мне кажется, что для первого раза у меня получилось неплохо. Желаю всем приятного аппетита и успехов в приготовлении кулинарных шедевров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!